Четыре страны, один продукт. По словам представителей Туроотрасли Казахстана, страны Центральной Азии намечают новые планы дальнейшего сотрудничества в поиске взаимных интересов продвижения общего туристического бренда «Шёлковый путь». Основная задача воссоздания «Шёлкового пути» — это не просто создание некого потока людей, это получение выгоды. То есть выгоды и материальные, и духовные. Потому что когда ты хочешь стать интересным, допустим, тому же зарубежному туристу, интересным ты можешь стать только если покажешь свою самобытность. То есть это даст толчок к тому, чтобы люди начали возрождать народные промыслы, ремесло, национальную кухню, обычаи и традиции. Так в мае следующего года стартует масштабная международная экспедиция. Она охватит наиболее привлекательные для туристов объекты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В течение 32 дней группа экспертов в составе тревел-блогеров, туроператоров, членов географического сообщества и журналистов преодолеет более 4000 километров. Маршрут, цель которого пропаганда и популяризация туристического потенциала региона, пройдет по территориям национальных парков, заповедников и объектов, вошедших в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы брали те наработки, которые уже существуют. Вот, условно говоря, есть популярный маршрут с Алматы на восток, то есть с посещением Золотого Человека, Чуринского каньона, Кульсайских озер, Каркаринской долины. Это первый сегмент. Второй сегмент пошел, это уже территория Киргизии. Это Иссыкуль, это памятники Оша, там горные озера Киргизии. Потом Ферганская долина, Узбекистан. С Ферганской долины заходим уже на Памир, то есть таджикскую часть. Выходим с Таджикистана через Пянш, Искандеркуль, выходим на Самарканд. Самарканда возвращаются в Ташкент, и люди могут улететь уже из Ташкента, ну, там, откуда они приехали. Как подчеркивают аналитики, возрождение шелкового пути путем создания трансграничных маршрутов положительно повлияет и на социально-экономическое положение всех стран региона. Главное, важно не только формировать и продвигать совместный турпродукт, но и создавать развитую инфраструктуру, а также повышать качество сферы услуг. Кстати, в этом направлении сейчас идут переговоры с местными властями. Активно подключается и бизнес-сообщество.